Как известно, Мининдустрия и инновационных технологий намерена подписать соглашение о безвизовых групповых турпоездках между Казахстаном и Китаем. Члены клуба Рухпентель встревожены такими планами. Здесь сегодня собрались в специальную пресс-конференцию. Один из спикеров – казахский репатриант Иссуар. В свое время китайцев в нашем Синьцзяне было немного. В основном были уйгуры. Потом они стали отправлять китайцев на эти территории, создавали всевозможные условия. Так они смогли увеличить число китайцев. Сейчас точно такая ситуация будет наблюдаться и в Казахстане, если отменят визовый режим. В самом Министерстве иностранных дел об отмене визы как таковой, вероятно, узнали только сегодня. Вот все, что смог официально ответить за министра внешнеполитического ведомства Кайрат Сарыбай. Никакой там безвизовый режим с Китаем мне неизвестен. Что касается упрощения визового режима, мы сталкиваемся с жалобами наших граждан, что в последнее время стало трудно получать визы для поездки в Китайскую Народную Республику. Тогда мы будем вести речь об упрощении визового режима. Об этом идет речь. Модератор группы по развитию туризма в Фейсбук Таурин Кайсаров видит упрощение перспективы для всей страны. Я не считаю, что сейчас визовый вопрос, он сдерживает начиск китайцев на территории Казахстана. Что прямо вот убрали и вуф, толпа повалится. Хорошо, если она повалится. Это инвестиции, которые приезжают сюда. То есть китайцы уже деньги с собой привозят, и он их здесь оставляет. Не за нет, не за газ, а за наши услуги, за то, что мы с вами здесь будем работать. Начиная от этого таксиста в аэропорту, заканчивая отелем и туркомпанией, которая будет ему устраивать вот эти, так сказать, туры. Среди откровенных противников позиций Министерства индустрии и инновационных технологий Казахстана дипломат и политолог Расул Жималы. Его беспокоит китайское содержание в республике. Они даже во втором, в третьем поколении, живя на территории другого государства, сохраняют преданность, сохраняют неразрывную вот эту куполину со своим материнским государством. То есть китай. Вопрос такой, он многогранный, многоаспектный, который, мне кажется, следует рассматривать в гораздо более широком контексте. И я повторяю, это не должна быть компетенция какого-то отдельно взятого комитета или отдельно взятого ведомства. По официальным данным, с начала года 20 тысяч туристов из Казахстана посетили Китай. Ханьцев, что приехали в Казахстан, 20 раз меньше. Правда, государство не отчаивается. По оценкам комитета индустрии и туризма, одно только Экспо-2017, собираются посетить 5 миллионов китайцев. Хорошо бы еще узнать, заказали они билеты или еще сомневаются. Сомневаются.